Качай игру по моей ссылочке в описании, активируй мой промокодик и штек Варенза и получай приятные бонусы уже на старте игры. Промокод работает на абсолютно всех серверах Бэк Раши, но лично я играю на сервере Уайт, где рекомендую тебе регистрировать свой аккаунт. Всем пламенный привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на новую серию Охоты Накидал. Ну и по классике залетаем на свой любимый авторынок. Почем? Почем? Чё за П? Чё? Почем продаешь? Просто деньги нужны. Я понял, почем продаешь? 300-500? Да. Гоу. Так, друзья, максимально какой-то подозрительный типочек, если чё, до этого он мне показывал гидру. Гидра есть же, да? 510. Если да, то гол. Так, он мне кидает предложение о покупке, но так и не ответил на вопрос. Гидра есть? Да. Всё, кидай. Очень странный тип, кинул мне тачку, покупаю сразу же. Ну прям очень подозрительный. Так, давайте проверяем. И здесь есть гидравлика. А чё он тогда уходил от ответа на мой вопрос? Блин, странный тип вообще. Опа, наш клиент. Олег, почём машина? 10, кака. А чё так дорого? Их очень мало. Странный тип хочет за эту бэху 10 лямов. У тебя гидра, да? Нет. Слушайте, ну вообще какой-то подозрительный тип. Он мне показывает гидру, но при этом говорит нет. Дай руль. Не хочу. Слушайте, как будто бы он догадался, что это я и снимай охоту на кидрал. Так, я сейчас моментально быстро залечу на свой основной админ аккаунт и телепортирую его к себе, чтобы проверить его тачку. Есть ли там гидра или нет, потому что продавать за адекватную цену он мне её не хочет. И руль тоже не даёт. У меня подозрение, что он использует говнецо. И гидры у него нету, а он просто конкретный скамер. Ну да, друзья, я же вам говорил, он догадался, что это охота на кидал и ловнулся из игры. Он прям понял, что я сейчас зайду на основной админ аккаунт и телепортирую его к себе. Но самая главная проблема в том, что и забанить я его не могу просто так, потому что у меня нет доказательств, что он скамер. Ситуация прям патовая, но я более чем уверен, что этот чел скамер. Так, дорогие друзья, уже на следующий день я опять залетаю на авторынок. Так, сейчас у нас раннее утро, но мало ли, прямо сейчас на авторынке обитают скамеры. Опа, гидра. Никита, почём? Предложи. Ну, ты же продаёшь. 750. 730. Гоу. Ну и практически сразу же нахожу потенциального кидалу под ником Никита Джомир, который продаёт тачку якобы с гидрой. Сейчас я у него эту тачку куплю и мы проверим, действительно ли там установлена гидравлика. Или же этот Никита скамер, который играет с говнецом. Залетает предложение, покупаем и давайте проверим, есть ли здесь гидра. Да, гидравлика на эту аудюху установлена и этот Никита у нас полностью честный игрок. Он меня не заскамил. В данный момент на авторынке низкого и среднего класса каких-то подозрительных типов больше не осталось. Давайте-ка я испытаю удачу и попробую поискать кидау на авторынке высокого класса. Ну, чем чёрт не шутит. Хотя вероятность очень низкая, потому что на авторынке высокого класса уже челы с высоким уровнем, у которых жирные аккаунты. И вряд ли они будут им и рисковать, чтобы кого-то обмануть. Но, тем не менее, давайте попытаемся. Почём? Я за 6 сливаю. Давай обмен, я тебе свой скин и докину 4кк. 5? 4 и 5? Торговщики фига вы. Ладно, гоу 5. Ну, а вот это уже интересно, потенциальный кидава на авторынке высокого класса, с которым мы договорились на обмен. Кто первый? Кто первый? Ты, выходи. Так, мы с ним договорились, что я передаю ему первый, кидаю ему предложение обмена, передаю ему 5 миллионов рублей доплаты и передаю ему скин адского байкера. Обмен прошёл успешно, скины бабки у него. А как отдам-то? Зас, куплю гол. Ок. Но он спросил, как он мне отдаст тачку, я предложил ему, давай я куплю Заса и ты кинешь мне обмен. Сейчас мы едем на авторынок низкого класса. Жди тут. Всё. Ок. Моментально быстро залетаю на авторынок низкого класса, покупаю Зазик и он у нас никуда не уехал. Получается, это у нас нормальный честный пост. Кидай обмен. Где Заза? Загрузил. Где? Да какая разница, где? Вон он. Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, Дональд. Спросил, где Заса, я побежал ему показать, где Засик и он кинул меня. В прямом смысле слова, он просто тупо взял и уехал. А я уже поверил, что это честный игрок. Ну что ж, самое время заходить на основной админский аккаунт и телепортировать этого игрока к себе. Так, ну что ж, дорогие друзья, я перезашёл на свой админ аккаунт и этот и Дональд Вестерн даже не стал офаться из игры. Поехал дальше на АБ и продаёт мою ламбу, как ни в чём не бывало. Пора бы его телепортировать к себе и задать ему пару вопросов, зачем он так со мной поступил. Да? Добрый день, уважаемый игрок. Добрый? Ай, меня крашнуло, сука, как же, блин, не вовремя. А нет, это меня не крашнуло, это сервера ушли на техническое обслуживание. Очень вовремя, прям, ну, просто очень вовремя. Как только я поймал кедаву, сервера решили уйти на техническое обслуживание. Зашибись. Ну и теперь большой вопрос, зайдёт ли этот кедава вообще теперь в игру. Так, ну, я сейчас прочитал группу ВК Блэк Раша и там написали, что с 8 утра по МСК сервера выключат для загрузки праздничного обновления. Ну что ж, спустя примерно час, а то и полтора, наконец-то сервера включили. Добавили нам, добавили нам небольшое обновление в честь 9 мая, но, как я и предполагал, данного игрока в сети нет. И зайдёт ли он в игру или нет, это уже остаётся под вопросом. Я, конечно же, сейчас немножечко подожду, но шансов на это очень мало. Блин, в этой серии мне прям конкретно не везёт. А нет, друзья, я ошибался, он сразу же зашёл в игру. Добрый день, уважаемый игрок. Добрый. Как ваши дела? Всё хорошо, а совесть в порядке? Уже понял. Совесть мучает. А зачем заскамили игрока на 6кк? Даже хочется бросить игру, просто договора не было, и меня заскамили на аккаунт. Я не скамил ни разу и не хотел, и я могу всё вернуть. Игрок вам предложил обмен, вы согласились? Да. Это разве не договор? Договор. Ну вот, совесть мучает. Как я ему могу помочь? Уже никак. Вы когда скамили, понимали, что будет наказание? Эх, да. Но думали, что вас пронесёт, и никто не узнает, да? Пожалуйста, я всё верну. Нет, я знал, но просто хотел проверить, каково это быть скамером. Но теперь понял, что это нелюди. Ну, хорошо, что хотя бы сделали выводы. На что бы потратили скамленные деньги? Не тратил. Хотел в благо слить, либо ему отдать. Потому что я их заработал нечестно. И машины продать, и начать заново. Добросовестно кидала. Заскамил чёла и хотел слить все бабки во благо. Но начать заново у вас получится. Это я вам обещаю. Теперь я жалею. Может, игрок хотел тачку купить, а я так поступил. Да нет, не получится. Я не могу ничего. Главное верить в себя, и всё получится. Я всё делал. Но добился за 4 года игры это. Спасибо, что делаете проект лучше. Вот чё-то в последнее время все кидалы ко мне стали подлизываться, что мне их так жалко банить, а? Соберись, тряпка. Я свой админ, сейчас я его забаню. За нарушение правил сервера вы получаете банк. Эх. Зато есть шанс начать всё сначала, как и планировали. Давайте я верну его. Не хочется играть. Администратор Владимир Бриднов всегда заблокировал игрока Дональд Вастерн. Причина нон-РП обман. Ну и хотя бы этот кидала залетает ко мне в копилочку. А вот с первым кидалой пока что непонятно. Ибо проверить мне его не удалось, доказательств у меня никаких не имеется. Наверное, я напишу техадминистратору и попрошу проверить по логам. Бывали там Бэха с гидрой, либо же он с камер.